Добавим немножко масла. Масло не даст разбавителю быстро улетучиваться, и краска не будет быстро становиться. И мы успеем наштриховаться, прежде чем краска станет. То есть, если бы ты работала без ошибок, тебе это не понадобилось бы масло. Но поскольку предполагаем, что ты будешь где-то чуть-чуть пробуксовывать, и голубую, можно и голубую, и еще и ультрамарин. Будут все вместе с симпатичной компанией. Сначала может бирюзовым зашвырять все, потом немножко подшвырять синеватости, потом и розоватость загонять. То есть, вот это все. Просто вещества краски слякотно, слякотно нашвырять на кол. Когда ты это все нашвыряешь, 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 ты возьмешь мастихин, и мастихином начнешь расштриховывать все, добиваясь разных тоновых пятен. Но все они будут мутны, как и прилично этой картинке. Хорошо? А цветовые пятна сразу вносить или потом поверх? Потом сюда начнем вгонять, причем подотрем чуть-чуть, возьмем рыженький и начнем вгонять его уже в это пространство. Давай. Но пока бирюзовый. Давай сначала дошвыряем, причем большим мастихином. Так, ты будешь долго. Я тоже вот большим, а маленький я взяла до розового. Ага. Значит, пока вот эти вот настроения нашвыриваем штрихованием. Штрихованием. Вот таким. Вот таким. Дым. Но уже несколько конструктивный дым. Вот он, дым. Конструктивный. Возьмешь коричневилочки, загонишь сюда. Если надо, и синилочки, и голубилочки. И отражение. Вот оно. Тоже расштриховывание. Пока одно сплошное расштрихование. Береговая, ты видишь, сама прикольно формируется. За счет сопельки краски. Давай. И вот этих вот вещей. Вот этих вот. Вот этих вот. Расштриховывай от края и до края. Настойчивыми действиями добивайся этого. То есть долго натирай, пока не станет висеть, висеть, висеть. Если надо, дополняешь. Береговая с ее слякотью, вот этой эффектной, появится. Все эти теплотики нашвыряешь. А это у нас значительно светлее. Не добрала. Усилить и расштриховать. Усилить нарядность. Нет, ты не добрала просто светло. То есть настаивать. То есть стоять и настаивать, настаивать, настаивать. Если что, лишнее сбросило, настаиваешь. Если где надо, свет заложила, настаиваешь. Но это же плоскость лежачая. Настаиваешь лежачей. Как все маленькие дети, загнала в угол. Вся композиция на всех картинках, вся устремлена к центру. Поэтому если домик, то проверь себя, на композиционность. Потому что все устремлено к центру. Бывают иногда аномальные композиции прикольные. Но чтобы с ними справляться интересно, нужно приобретать некоторый опыт решения композиционных вещей. Ну и тоже перемолоть на нужный цвет. Хорошо? Давай, давай. если там светлее пошло наверх. Придерживаем, расштриховываем. Вот оно. Не надо пальцем. Вместо пальца здесь орудует мастихи. И орудует очень успешно. Вот эти дымы, они красивы, исполненные именно мастихином. Он создает эти нахлобучки краски выгодные. Вот такие. То есть он. Он. Именно он здесь игрок. вот эти намеки на прорисованность некоторую. Вот, ты понимаешь, ну что это, это же уже рисунок. Что он, о чем он говорит? Ну что там хламничек леса. Понимаешь? Ничего особенного не делаем, а оно формирует рисунок. Давай так. Там еще прикольно. Он настолько его вот этот ход выгодный, что у него все тает одно в другом. И вот это вот пятно тает в пространстве светлого мира. Поэтому вот прямо вот так съесть разницу. сюда подложить светик, но разницу практически съесть. Можем растворить, растворить. Вот эти настроения не полностью затираем. Недозатертый дает эффект прорисованности елочек и прочего. Недозатертый. деревца перезатертый. Вот эти вещи тоже показать, выпустить их оттуда. И тоже можно некоторую недозатертость, рябинькость штриха подсунуть. Ну, подцветнить немножко здесь. Хорошие здесь отражения. хорошее кусочек кусочек. Давай сюда вот светики наращивай. Ты поняла, зачем мы добавили масло к разбавителю, Да, уже вязкость никак не наступит. И это очень выгодно. Когда мы быстро уже работаем, тогда мы знаем, что нам отчасти может понадобиться некоторая вязкость, которая наступает после того, как краска стала. если мы еще не справляемся с этим, то добавляем масло и гоняем краску долго, сколько нам нужно. Больше масла хоть целые сутки можем гонять, если много масла подсунуть. Вот сюда все ушло тоже. То есть тут нужно не торопиться дать этим дымам произойти. Ну, деревце можно магнитить по нашей этой схемке, которая ни к чему не обязывает, ее тут же можно поправить, но тем не менее дает эффект рисунка. Давай. а что ты бреешь а не укладываешь хотя у меня очень я хочу что вообще здесь зерна не шпатлюй, штрихуй. Которому потом придать очертания какие-то. темноту можно чуть-чуть шпатлинуть. Не надо, чтобы дом уходил туда, надо, чтобы он уходил в линию перспективы. Смотри, как сразу изменилось. В линию перспективы уходил. Туда, к линии горизонта. Ребят, вот уже красиво. Сейчас немножко рисунка появится, такие акцентики как труба, как несколько веточек и красотин. То есть там практически ничего. А у меня тут не было ничего вообще. Из этой? она мне прямо тянется. Тебе, конечно, хочется взять аж вот так. Ну, конечно же. Теперь смотри, как у меня. Смотри, она у меня болтается в руке. Я ее под собственным весом. Тогда нет этого чертежного движения. Оно само формируется. Оно само. Смотрите, в чем движение кисти? В чем прикол? Ну, что понятно, что я не умею, да? Но а из-за чего? А может быть здесь есть? Есть. Есть техническая как бы тонкость. Что даже если правильно взять предмет, он уже захочет делать то, что вон где у меня кисть. центр тяжести должен быть подальше? Да, маневренность высокая. Но это так же как мастихин в основном начинают брать вот так. Ну или как-то вот так. И скованная рука. А вот он, вот он болтается в руке, вытворяет все, что хочет. То есть важная штука. Выразительности чуть-чуть. какой-то вот такой. Он, конечно, врет нещадно. Откуда бы столько снега и вдруг еще совсем недоопавшее деревце. Но прикольно врет. И тенечки мы ну чуть-чуть там совсем чуть-чуть. Но надо все-таки было приземлить. Особенно у начала ствола. Особенно звучит. Ой. Особенно сильно звучит тень у начала ствола. И сразу деревце приземляется от этого. Поскольку это все-таки березка может быть чуть-чуть усилить белизну. Хоть где-то. Легкие намеки на стволики. Вот такие. Вот такие. Вот такие. И все. И больше ничего не надо. Человечки. То есть вот эта муть увенчанная элементами рисунка и красотями. тоже если что-то там не получилось всегда можно зашлепать это все. Раз уж то пусть и там чуть-чуть. Хотя бы намек. все залегло. Светика наверное не хватает в центре. Я здесь сначала березу нарисовала а потом уже поняла что я не влезу в белину. Чуть-чуть можно добавить. Ну уже так вкисаться. Вот он даже усилил мощность ствола. теневая световая любит. В таком случае когда нужна коряжистость конечно кляксой краски ударить. Так коричневизны не хватает вот этому приятелю. и потом из-под него свет должен быть. Ну это уже чересчур. Оно конечно можно но это уже слишком мелко для света света. Хотя там есть акцент. Сейчас тенечку чуть-чуть тоже он видишь акцент приятие хвост опустила и он уже не смотрит, а просто так стоит. а этот смотрит на коре. Мы не будем нам корпы писать. Сотражением да? Угу. Мастихинчик. Ну да там негде мастихин развернуться. Тебя ж на меня зюру потянуло. Я пока еще не знаю куда мне деться. ползки как только место освободится и перегопить на пуст. Ну давай еще каких-то кракозябочек весен тут прикольное и собственно вот пусть там будет маленький звук. Лампадка такая. Здесь человек с первого с первого с с лампадка Продолжение следует...